Привет, это GeekDroid. Самые интересные новости за неделю прямо сейчас. Научился переводить на лету с голоса. И, более того, перевод озвучивать. То есть вы, например, говорите на русском, а смартфон переводит это на английский. Собеседник отвечает на английском, а смартфон, соответственно, переводит тебе все на русский. Ну, не волшебно ли? Есть, правда, одна засада. Оффлайн-переводчик работать пока не научился совсем. И какие бы голосовые пакеты вы ни грузили, интернет вам все равно понадобится. Hello, how are you? Привет, как ты? Простите за мой плохой английский. Новые смартфоны от Xiaomi. Их сразу два. Xiaomi Mi Note и Xiaomi Mi Note Pro. Что-то похожее случилось недавно с Meizu. Они представили осенью свой флагман MX4, а через пару месяцев MX4 Pro с улучшенными характеристиками. У Xiaomi все то же самое. Правда, есть маленькая разница. У Meizu аппараты отличаются размерами и внешним видом. А у Xiaomi это братья-близнецы. Но красивые. Оба с металлической рамкой и стеклянные как впереди, так и сзади. Поехали. Mi Note. Экран 5,7 дюймов, разрешение Full HD. Это 1920 на 1080. Процессор Qualcomm Snapdragon 801, как у HTC One M8 или LG G3. Да и в принципе, как у многих флагманов прошлого года. Оперативная память 3 гигабайта, камера 13 мегапикселей сзади и фронталка на 4. Емкость батареи 3080. Более крутая версия Mi Note Pro. Экран также 5,7 дюймов, на этот раз разрешение 2560 на 1440. Процессор Snapdragon 810, совсем новый, восьмиядерный и самое главное 64-битный. 4 гигабайта оперативной памяти, что тоже прорыв и как бы оправдывает 64-битный процессор. А вот с камерами все то же самое. 13,4 соответственно. При этом батарея на 80 мА меньше. То есть ровно 3000. И тут наступает много спорных моментов. Mi Note Pro без сомнений продвинутый с технической точки зрения аппарат. Но батарея, она явно мала для столь большого экрана со столь большим разрешением. Тут, конечно, можно петь маркетологические песни о новой IPS-матрице от Sharp, но таких песен мы слышали миллион. И пока я лишь вижу четкую прямую зависимость. Чем больше экран и чем больше разрешение, тем сильнее тратится заряд батареи. И уже сейчас можно с уверенностью сказать, что Pro-версия будет держать батарею хуже, чем младший брат. В камерах тоже аппараты проигрывают современным флагманам. Samsung давно использует 16-мегапиксельный модуль. А Sony и уже упомянутый Meizu как ближайший конкурент ставит 20 мегапикселей. Ну и самая главная цена. По слухам, цена Mi Note составит 400 долларов. А Mi Note Pro 550 долларов, что для китайского спортвода слишком уж много. Каким бы замечательно крутым он не был. А продукты Xiaomi, они, кстати, именно такие. Замечательные, крутые, но обычно дешевые. Скорее всего, компания выпустит его в меньших количествах для совсем уж продвинутых гиков. Ажиотаж вокруг продуктов компания создавать умеет, так что в проигрыше не останется. А версии Mi Note для большинства более чем достаточно. Да и цена адекватна. Напоследок, приятная плюшка. В оба смартфона встроен отдельный аудиопроцессор, который, по заявлению многих блогеров, звучит замечательно. Это снова след от борьбы с Meizu, которая на музыкальную часть всегда делает особый упор. А теперь действительно смартфон будущего. Google Project Ara. Как давно нас Google дразнит этой игрушкой? Всем, кто не знает, коротко расскажу. Google уже не первый год создает абсолютно новое решение для смартфонов. Идея его в том, чтобы человеку не нужно было менять сам телефон, а можно было бы поменять отдельные его части. Тормозит? Поменял процессор. Плохо снимает? Купил камеру получше. Разбил экран? Просто купил новый экран любого удобного размера. Все эти запчасти будут легко крепиться на определенный скелет, в который будут встроены разные модули. Wi-Fi, связь, Bluetooth и прочее. Скелеты будут определенного размера, типа S, M и L. И все они для разных размеров экрана, как ты понимаешь. Суть крутая и, в общем-то, все удобно. Возможно, совсем скоро это станет для нас нормой и будет абсолютной революцией в мире смартфонов. Поживем-увидим. Google обещает первый публичный выход к середине года. Обычно в июне у Google проходит большое мероприятие, на котором два года назад, например, были показаны Google Glass. Это те самые очки от Google. Возможно, также в конце июня свет увидит и модульный смартфон, который пока зовется Project ARA. Продажи Google обещает начать с Puerto Rico, и по заверениям уже есть 11 работающих модулей, а к концу года их будет 30. Осталось ждать совсем немного. Субтитры сделал DimaTorzok Есть такая компания Urban Armor Gear. В основном они делают чехлы для смартфонов, в частности, например, для смартфонов от Apple. Так вот, совсем недавно эти ребята запустили iPhone в своем чехле на высоту 30 тысяч метров над землей. Почти космос. После чего тот совершил свободное падение на землю. Как утверждают сами создатели ролика, iPhone не пострадал. Но вот на камеру они нам этого не показали, что вызывает много вопросов. Да и температура там наверху минус 62 градуса по Цельсию. А мы-то знаем, что iPhone холодов не любит. Субтитры сделал DimaTorzok Больше интересного читай на geekdroid.kg Подписывайся на нас в Твиттере и в Инстаграм geekdroid.kg Отличного тебе дня и пока!